Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Клемюк. Сегодня у меня Турция, начиная с октября по декабрь 2020 года. Я хочу кратенько дать информацию. Для тех, кому интересно, я сделаю или же оставлю ссылочку под этим видео. Вы сможете посмотреть прогноз, который я делала в начале года. А сейчас давайте посмотрим с октября месяца. Я бы даже сказала с сентября месяца. И почему с сентября? Потому что это именно тот период, когда Турция начала проявлять свою бездуховность. Пиковых ситуаций нет. Поэтому мы и слышим иногда то вроде Турция там принимает где-то какое-то участие, то не принимает. Ну а в целом это, конечно же, психические перегрузки, депрессии. Именно внутри страны я о Турции. Ну и, конечно же, это все сказывается или же проявляется или влияет на все области организма. Прежде всего, Турция в очередной раз взрослеет, как все мы. Там происходит обнуление, обновление. Если бы это... Вообще-то, почему «если бы»? Это можно применять даже как к живому организму, как к человеку. Но если бы я говорила, например, об конкретном физическом человеке, то я бы сказала, уважаемый, у вас начался новый этап взросления. У людей он происходит 12-летними циклами. У стран, в принципе, тоже у государств, но он более такой затяжной. Так вот, если бы это был конкретный живой человек, то я бы сказала, дорогой мой, вы взрослеете, у вас начинается климакс, у вас начинается гормональная перестройка. Ну, а пока эта гормональная перестройка, скажем, займет некое свое место в мире, в экономике, в экологии, потому что это все-таки государство, конечно же, будет будоражить, будет трясти. И невольно, но само государство, я буду говорить о Турции как о государстве, они, конечно же, будут искать, где бы приземлиться или к кому бы прилепиться. Но Турция никогда никому не прилепится. У нее по судьбе прилепился, немножко, как говорится, отдохнул и дальше пошел. Это как, ну, я не хочу такие плохие слова говорить, но у турков это по судьбе, к сожалению. Вот рождается человек с какими-то опциями, и их невозможно изменить. Точно так же все это прослеживается и у Турции. Самое главное, что им хочется пожелать избегать фатализма. И иметь в виду, что в будущем такая возможность еще им предоставится. И о такой возможности можно уже говорить в декабре месяце, потому что декабрь месяц 2020 года будет очень сложным. И прежде всего это будет проигрываться, то есть это даст крупномасштабные проблемы, это будут некие неудачи, это все, что будет, все окружение, скорее всего, что Турция будет опять втянута в какой-то скандал. В скандал экономический, в скандал политический. И более того, даже здесь прослеживается скандал экологический. То есть где-то что-то выяснится, что-то где-то куда-то Турция влезет. Ну, можно ли этого избежать? Ну, наверное, можно, если ничего не делать, не предпринимать никаких шагов. Вот я когда делаю прогноз конкретному физическому лицу, я иногда акцентирую внимание на каких-то днях, на каких-то датах, на каких-то часах даже. Что вот нельзя, лучше побудьте дома. Ну, это живой организм, это страна, и миллионы людей дома не закроешь. Это период интеллектуальных затруднений, проблем с образованием. И я хочу отметить то, что Турция идет, как бы наступает на одни и те же грабли, которые были январь, февраль, март. Потом конец мая, июнь, июль и даже серединка августа. Особенно жестко это проигрывалось в февраль и конец июня, июль. Ну, а в декабре это будет где-то к концу, ближе во второй половине декабря. Это, ну, здесь, к сожалению, когда приходит, есть судьба, и от нее никуда не денешься. Дорогие мои, у нас все расписано, у нас все предопределено. Вот знаете, как инструкция к автомобилю. Есть пробег автомобиля, и надо что-то менять. И здесь, конечно же, будет наблюдаться и поломка техники, и будут лететь средства связи, мошенничество, обман, подлоги, клевета, интриги. То есть Польша всячески будет пытаться где-то что-то... Ну, они все время где-то что-то проворачивают. Но это тот период, когда Вселенная поставит некий шлагбаум. Продолжаться это пойдет и в 21 год. Я 21 год потом отдельно сделаю. Но здесь будут, конечно же, и заболевания. Поэтому имейте в виду, что если кто-то собирается ехать в Польшу, то со второй половины ноября, а если быть, да, где-то с числа 10-го, 15-го, вот эти вот дни, это, конечно же, опять деньги. Польша будет терять эти деньги. Эти деньги попробуют взять из тех, у кого на их взгляд надо брать. И те люди, то есть это те, кто не заслуживает иметь деньги. Поэтому и здесь, конечно, будет нервная система на грани. Будут какие-то беспорядки, будут убытки. И, ну, во-первых, убытков избежать не удастся, так как слишком все будет происходить легкомысленно. А легкомысленно почему? Потому что, ну, Турция, она... Вот если разобраться, каким образом действует Турция, то она, во-первых, очень сильно упертая, да? Ну, я имею в виду руководство, если где-то что-то, вот они как бык в новые ворота, они упираются, и все, и их не сдвинуть. Но у них очень много таких... Они даже не замечают и не понимают того, что поступки, многие поступки, многие какие-то трансакции, которые они делают или же транслируют в мир, они выглядят, мягко говоря, некрасиво. Поэтому для тех, кто собирается уезжать в Турцию, то надо быть очень осторожным, потому что будут проблемы с финансами, так как в ноябре месяц там будут происходить не совсем красивые ситуации. И это будет, прежде всего, связано со служением, то есть с обслуживанием, со здоровьем. Кстати, в Турции прослеживается некое заболевание, которое скрывается, поэтому обратите, пожалуйста, внимание, вот только сию минуту могу... Вижу это всё открытым, скажем, таким текстом. Оно прямо сигнализирует осторожно, СОС. Ну и вторая половина декабря, конечно, Турция ляжет. И если говорить о возможности заработать, возможность заработать у турков будет, у Турции тоже будет, границы будут открыты. Имейте в виду, что можно будет полететь, но я бы не рекомендовала, потому что могут возникнуть проблемы, вернуться, например, или с другими какими-то мероприятиями, отдыхом, ну, заболевания, например. Экологически будет там не всё хорошо, экономически будет не всё хорошо, и там могут быть какие-то, может быть, забастовки, может быть, ещё что-то. Дорогие мои, будьте, пожалуйста, внимательны, берегите себя. Это был краткий анализ Турции до конца 2020 года. Обзор я делала кратенький, но зацепила именно с, практически с октября месяца по декабрь. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...